Сегодня у нас неочередное заседание, вопросов будет 37, это более реально, чем обычно, из которых 5 в третьем чтении, которые, безусловно, будут приняты. И среди законов третьего чтения я хотел бы отметить закон о мупах и гупах, сокращенно, против которого мы будем жестко выступать против. Почему? У нас 7 миллионов юридических лиц, гупы, на которые будут распространяться, это 6 тысяч. Ну, очевидно, что это никаким образом не влияет на конкуренцию, хотя здесь поправки идут закон о конкуренцию, а с нашей точки зрения приведет к очередному уничтожению через псевдоприватизацию как раз наиболее жизненно важных вопросов. Можно наглядный пример привести в Таганроге. Провалы канализационного коллектора уже 4 года, но возня вокруг концессии не позволяет даже проект завершить, хотя 300-тысячный город фактически сегодня страдает от этого и превращается вообще-то в развалин. Если посмотреть, под эти законы могут попасть Роскосмос, АОАК и ряд других корпораций, которые, в принципе, на сегодня определяют в том числе вопросы безопасности страны. И нам вообще непонятна позиция, в общем-то, правительства в ситуации, когда сегодня организация МУПа зачастую в муниципалитете является одним и единственным способом спасения территории, скажем, от коллапса жилищно-коммунального. В ряде территорий водоканалы приватизировали из ЖКХ, потом обанкротились управляющие компании, которые это взяли, и что делать жителям. Те, с кого требовать воду, с кого услуги другие требовать. Поэтому мы считаем, что это вообще-то чье-то жесткое лоббирование антинациональных интересов. Кроме того, сегодня в очередной раз, в 20-й, будет у нас закон о национализации. Вот нас поражают подходы нашего правительства и большинства. Думайте, 46 стран мира, в том числе все страны-семерки, имеют закон о национализации. Причем национализация прописана в Конституции, и, в принципе, ни у кого это изжоги не вызывает. Более того, все страны используют этот инструмент для оздоровления ситуации в жизненно важных отраслях. Ну, скажем, американцы. Для того, чтобы оздоровить и сделать конкурентоспособным опять свой автопром, в 2008 году General Motors, Ford национализировали, влили 1 триллион долларов и вернули на рынок уже конкурентоспособными. Посмотрите, Франция, Германия и Великобритания. У них тоже в Великобритании нет конституции, но закон о национализации есть. У них, как правило, консерваторы национализируют, лейбористы приватизируют. И этот инструмент используется для того, чтобы оздоравливать ситуацию экономическую в тех или иных отраслях. У нас железобетонное отстаивание позиций, что это на что-то повлияет. Причем наш закон, мы уж, скажем, выданем государственную тайну. Вы знаете, что третий год подряд в Государственной Думе практикуется привлечение лучших наших научных учреждений для экспертно-аналитической и законотворческой работы. Так вот, проект нашего закона, он уже сделан на основании экспертно-аналитических работ наших ведущих вузов в этом вопросе. Это и финансовый университет, это и Плехановка, это МГУ, и Академия государственной службы при президенте Российской Федерации, которая поддерживает наш закон. И он, с нашей точки зрения, наиболее мягкий. Почему? Потому что мы предлагаем инструменты национализации следующие. Ну, во-первых, только постановлением правительства и с предварительной оценкой возмещения. Инициаторами национализации могут быть депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации и правительство Российской Федерации. На что, прежде всего, может быть направлена национализация? Ну, у нас масса еще осталось моногородов, у которых единственное предприятие обеспечивает еще остатками рабочих мест. И в данной ситуации мы предлагаем, что если закрытие и банкротство предприятия грозит массовым увольнением, массовым, скажем, невыплатой бюджет или предприятие является жизненно важным для безопасности страны, в такой ситуации возможны процедуры национализации. Инструментарий весь прописан, причем все в руках правительства. Закон об оценочной деятельности с 1998 года есть. Поэтому сегодня будем представлять, послушаем, какие аргументы в этот раз нам представят. Восьмой раз нами внесен закон о детях войны. По нашему мнению, это самая оскорбленная, униженная, обобранная часть наших сограждан. Ну, их осталось уже менее 11 тысяч, но это люди. 11 миллионов, да, извините. Это люди, которые не по своей вине оказались в условиях Великой Отечественной войны, но у них не было детства из-за того, что была война. И они с 9-11 лет уже работали. У них не было юности, потому что они с израненными родителями или с матерями вынуждены были возрождать, восстанавливать страну. Ну, и, кстати говоря, Советский Союз, первую из стран-участниц, являясь наиболее разрушенным, восстановил свою экономику, чем вызвал колоссальную зависть Запада. Потому что мы первыми отменили продовольственные карточки и восстановили промышленный потенциал. Эти люди фактически создали сверхдержаву Советский Союз. Но, вероятно, как бы единственный их недостаток в том, что они очень верили в добропорядочность правителей и не ждали предательства 90-х. Ну, в 90-е, после того, как к власти пришли гиперлибералы, фактически были затоплены или сожжены большая часть архивов, и эти люди получили минимальную пенсию. Вот из этих 11 миллионов 80% не имеют никаких доплат. Более того, 122-м законом у них отняли о монетизации льгот даже те минимальные льготы, которые у них были. Поэтому мы считаем, что в преддверии 75-й годовщины со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне можно хотя бы минимальными мерами поддержки и восстановлением ряда льгот в условиях колоссального профицита бюджета, я вам напомню, что профицит бюджета 3 триллиона рублей, на реализацию закона надо чуть больше 100 миллиардов рублей. У нас фонд национального благосостояния, правда правительство не говорит, чьего благосостояния, более 8 триллионов рублей. У нас масса денег, 32 триллиона, лежит на депозитных счетах госкорпораций. И в такой ситуации говорить, что у нас нет источников для возвращения части отобранных льгот у этой обездоленной части, мы считаем это цинично. Кроме того, есть еще несколько законов, внесенных в наши фракции, из 37 законов фактически 12 это законы сегодня нашей фракции будут рассматриваться. Мы предлагаем разработанный Сергеем Ивановичем Казанковым закон о привлечении к ответственности муниципальных и государственных служащих за оскорбление избирателей. Вы знаете, что в социальных сетях очень много материалов есть, когда те или иные начальники, государственные служащие допускают оскорбительное выражение в адрес тех, кого они вообще должны обслуживать и за чьи налоги они существуют. Поэтому мы предлагаем штрафы от 30 до 50 тысяч и дисквалификация на 3 года. Такой закон, мы конечно понимаем, что в условиях российской действительности, когда жесткость законов зачастую сопровождается систематическим их неисполнением, может быть и не принесет сразу каких-то эффектов, но мы уверены, что хотя бы тех чиновников, у которых две извилины есть, уже будет оберегать от некорректных высказываний в адрес избирателей. Ну и, конечно же, я хотел бы отметить закон Веры Анатольевны Ганзи, который она предлагает вообще-то снизить нагрузку на индивидуальных предпринимателей сезонных, которые вызваны принятием закона о применении контрольно-кассовых аппаратов. Ну, получается, что человек купил контрольно-кассовую технику, фактически, ну, не имеет никакого смысла заниматься ему сезонной работой, продажей, скажем, там, помидор, огурцов, петрушки, которая сегодня тоже предполагает, что вы должны взять контрольно-кассовый аппарат и торговать, выдавая чеки из этой машины. Поэтому этот закон это либерализирует. Гуманитарная ситуация на Донбассе с каждым днём ухудшается, несмотря на те переговоры, которые ведутся. Наша партия ежегодно, традиционно, перед Новым годом детям Донбасс отправляет подарки. Более 100 тысяч каждый год наша партия отправляет подарков детям Донбасса и в Луганскую Народную Республику, в Донецкую Народную Республику. В этом году мы продолжаем эту работу. 16 числа в 9 утра с обхоза имени Ленина Павла Николаевича Грудинина уйдет очередной 82-й конвой детям Донбасса. Я хочу пригласить всех желающих принять участие в этой акции. Хочу поблагодарить тех людей, которые проводят очень активно эту работу. Эту работу в рамках нашей партии возглавляет академик Кашин, председатель Комитета Государственной Думы, заместитель председателя нашей партии. Очень активно в этой работе участвуют в области Центральной России, Северного Кавказа. В частности, очень активно работают Кабардино-Балкария, Карачаева, Черкесия, Ставропольский край, Северная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Огромную работу проводят коммунисты и жители Московской области, Москвы. Хочу всех поблагодарить и пригласить в понедельник принять участие в очередной нашей акции. Спасибо. Сегодня еще будет рассматриваться наш закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, в части установления ответственности кандидата, необоснованно снявшегося с выборов, и принуждение его к возмещению расходов СМИ и всех участников избирательной кампании. Ну, это на примере Хакаси. Если вы помните, то там была необоснованная отмена выборов уже в третьем туре, когда, в принципе, представитель одной из парламентских партий необоснованно снялся, и получается, что три этапа избирательной кампании и понесенные затраты оказались пустую. Мы считаем, что такая трата народных денег и бюджетных, она как бы вредна, и мы устанавливаем критерии, что если кандидат снимается и не представил документов, ну, прежде всего, больничных и медучреждения о том, что он по состоянию здоровья до того истощился, что не может, другие основания как бы не принимаются во внимание, и мы предлагаем законам установить ответственность по возмещению всех понесенных затрат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова